Девушки отдыхают Медсестер, и серого ребенка, и безрукового. Он придумал и постарался воплотить свое представление о том, как должен двигаться каждый из этих персонажей. Роберто – танцор и профессиональный хореограф, так что он прекрасно представляет, как надо двигаться, чтобы передать тот страх, который должны внушать монстры. Это особые существа, проклятые всем миром, и передать их страдания не словами, а языком тела могут только настоящие танцоры. Точно так же, как и представить себе полную картину и воплотить ее в жизнь может только хореограф. Сейчас на счет три вы все синхронно наклоняетесь вперед. Как хореографу мне приходилось постоянно находиться на площадке. Кроме того, мне пришлось самому сыграть двух из основных персонажей. Когда зашел разговор о выборе актера на роль Безрукова, Кристоф остановился на кандидатуре Мэйкла. Уже на репетиции я попробовал заложить руки за спину и передвигаться на полусогнутых, выгнутых ногах. Когда я увидел Мэйкла с заложенными за спину руками, передвигающимися странными плавными движениями, словно на ватных, бескостных ногах, я поймал себя на мысли, что он даже без костюма выглядит. Очень странно. Мы много чего перепробовали. Странные прыжки, перевороты, перекаты, ползание по земле, падение. Если я был скованным, как же я справлюсь перед камерой? С сау начала я был обеспокоен тем, чтобы костюм не помешал Мэйклу сыграть свою роль. Прежде всего, его руки были сложены в неподвижном состоянии на груди. Не считая очень тесного костюма, не забывайте об отсутствии у него отверстий для глаз. То есть Мэйкл ничего не видел. Хотя, с другой стороны, это было только на руку и делало его движения очень странными. Надо иметь хороший слух и отлично знать окружающую обстановку. Иначе можно очень сильно пораниться. Когда коснешься столба, подай немного влево и двигайся вперед. В сцене, когда в меня стреляют, мне приходилось четко считать свои шаги. Три шага вперед, повернулся на 180 градусов и сделай три небольших шажочка назад. Роберто точно координировал мои движения. Он не только говорил, что мне делать и куда двигаться, но я описывал картину, царящую в кадре, чтобы я мог представить ее мысленно и сделать все, что от меня требуется. Вперед, повернись налево, раскачивай телом с максимальной амплитудой. Отлично, двигай головой. Не забывай про голову. Пошел, выстрел. Отлично. Что касается серого ребенка, я был уверен, что лучше Иван с этой задачей никто не справится. Когда я поставил запись с пробами, чтобы показать Кристофу, он сразу же ее отвердил. Мы долго говорили с Кристофом о моем персонаже. Он хотел, чтобы мы точно понимали, что он себя представляет. Руки идут из-за спины медленной волной вперед. Во время репетиции мы много экспериментировали с тем, как может выглядеть этот персонаж, как он должен двигаться, не забывая все-таки о том, что это прежде всего ребенок. По-моему, очень реалистично. Да. Мы продумали все до мелочей, включая положение рук, ног, движение головы. Это было похоже на работу канатохотца. Только Иван приходилось поддерживать равновесие при помощи рук. Видеть, что происходит вокруг, можно было только через ухо. Я практически ничего не видела. По отдельным отрывкам того, что мне удавалось разглядеть в эту дырочку, я пыталась составить полную картину происходящего. Но в основном приходилось полагаться на собственные ощущения или на окрики Роберто, которому приходилось кричать, потому что я не слышала, как, впрочем, и он меня. Одним словом, это был совершенно иной мир. Старайся не делать круг слишком большим. Мотор. Помогите. Снято. Честно говоря, я никогда не видела ее настоящего лица. Мы много говорили с ней, что-то обсуждали, но она всегда была в маске и так и остается для меня женщиной-загадкой. Необычно, правда? Привет! Мне очень повезло, что на площадке оказался Роберто и что он оказался профессиональным хореографом, потому что рядом со мной был человек, который говорил на понятном языке. Например, когда мне говорили «ползи», он объяснял мне, что именно от меня требуется, потому что есть много способов «ползания». Одним словом, он как переводчик помогал мне быстро понять, что от меня требуется, не тратя лишнее время. Помогите! Убирайся! Снято! От медсестер я пытался добиться тех же движений, как и показаны в видеоигре. Я точно знал, чего хочу и пытался как мог объяснить это девушкам. Кристоф тоже был на репетиции, он тоже знал, какой результат ему нужен. Изо всех девушек выделялись трое или четверо. Это Шантал, Дона и Розалина. Дона это та медсестра, которая всех режет. Она еще на репетиции показала свой агрессивный характер. Кристофу это понравилось, и он решил ее использовать. Мы снимали очень быстро, при этом не всегда была возможность и время отрепетировать все как следует. Поэтому, когда мы снимали ту сцену с безликими медсестрами, одна из девушек, та, что резала всех скальпелем, попала кулаком мне прямо в челюсть. Мне очень нравится эта сцена, потому что она немного странная, и в ней много ярких образов. Я сам сыграл в фильме двух персонажей, Дровосека и Мученика. Когда мы снимали сцены с Мучеником, мне нельзя было даже двигать головой. Единственное, чем можно было пошевелить, это мой язык. Но не так же. Вот именно. Ты уверен? Еще один мой любимый персонаж Дровосек. Он внушал некое уважение уже своими размерами, а его движения очень простые, но чрезвычайно эффектные. Просто сводили меня с ума. Я пытался в точности воспроизвести движение персонажа из видеоигры. Словно я преодолеваю земное притяжение, да? Именно. Идея в этом и состоит. Я очень старался. Но когда на меня надели костюм, огромные ботинки и особенный шлем, я понял, что задача не такая простая, какой я ее себе представлял. Освободите площадку. Кроме того, сложность заключалась еще и в присутствии меча. Разумеется, он не был настолько тяжелым, но я-то должен был сделать вид, что мне ужасно тяжело, и эта ноша влияла на мое передвижение. Я видел только пол и ничего перед собой. Это затрудняло балансировку движения. Снято. Иногда мне приходилось пользоваться помощью со стороны. Все женщины были без ума от него, потому что он щеголял по площадке с голыми ягодицами. И пусть спереди он был очень страшным, сзади этого эффекта не было. Было очень забавно. Я снова почувствовал себя мальчишкой. Моя детская мечта осуществилась. Помимо свободы действий, я получил необыкновенное отношение к себе. но, абсолютно, это было невероятное удовлетворение. Субтитры сделал DimaTorzok